всем здравствуйте это канал максимадзе и мы продолжаем ежедневный этот redemption 2 это уже вроде бы 5 серия по четвертому сезону который мне кажется посвященный индейцам падающему дождю парящему орлу и их войска мы ими займемся у нас целых три выбора джон марстин парящий орел и падающий дождь непонятно вот это их настоящие имена такие ли это звание такие непонятные настоящих имен нам не раскрывают в общем начнем с джона марстин будем готовиться к ограблению армейского поезда и для этого мы займемся мостом артур ты так немного на взводе но это продолжается уже довольно долго в тюрьме и у меня было время подумать и кажется я уже не знаю что такой человек ты не один такой и этот план нашего спасения мне кажется что он даже не знаю он похоже вводит нас за нос мы все творили зло убивали мстили но ему кажется это удовольствие доставляет ему словно нравится себе врагов наживать хаос заустраивать да понимаю я люблю дача конечно много лет назад он спас меня но такое ощущение будто в сэндини когда меня арестовывали может быть он хотел чтобы я вытащил мне кажется что ты должен взять жену и ребенка и исчезнуть ты так считаешь ты можешь ты можешь дать джеку какой-то шанс но я не вижу другого выхода на самом деле а как же преданность будь предан тому что для тебя дорого а что будешь ты делать я я не пропаду только ради меня это сделай тогда я буду чувствовать себя не знаю ну и надеюсь ты понимаешь что мы да послушать меня когда придет время беги и не оглядывайся это конец а сейчас что а сейчас мы поможем дачу напоследок щелкнуть армии по носу да сделаем мы помоги мне с остальными это динамит и так понимаю который мы украли похоже мы наконец-то нашли свое призвание если проехать туда прям там где можно спуститься то можно установить динамит и взорвать потом ты слышал про корнула то что удачно им сделал да и говорю ну так вот больше врагов больше хаоса кто-то собирается мозг взорвать в конце концов то блин толкай 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 о хорошо поехали все хватит вот здесь остановимся может у нас много добра этого она нам пригодится я так понимаю надо вниз прям под мост спустить динамит под подпорками установить их шнур протащить а затем затем бомбануть свалить и бомбануть давай я готов так потише вот этот ящик только бы не уронить давай давай еще немного давай вот и слава давай следующий 2 динамитов нам хватит чтобы взорвать целый мозг да так надо побыстрее пока поезд какой нибудь не приехал действительно датча с ума начинает сходить а после того как он вытащил джона марсона из тюрьмы он начинает начал сомневаться в лояльности моргана так сейчас спускаемся и и устанавливаем динамит так возьми одну из один из ящиков детонатор подключен к мосту нам надо соединить свески динамита с запалами по одной каждой балке ладно попробуем надеюсь этого хватит чтоб подорвали это шахтерская взрывчатка ее трудно достать если она не справится то тут ничего больше не поможет так что скорее всего получится а зачем мы это именно делаем дачу дача сказал что ему надо отвлекающий маневр чтобы у нас было чуть больше времени и от нас отвлечь внимание еще мы выяснили что компания корнавалл заключила контракт с армией так что думаю что дача считает что они пошлют поезд с припасами и деньгами а стоп куда я иду-то а мы грабанем этот поезд ладно и тележку подготовить надо давай валяй я справлюсь сейчас ладно увидимся наверху надеюсь все получится еще один динамит ну как ты там справляешься пока да пока да все идет по плану не хотелось бы сейчас закат будет не хотелось бы в темноте это все выполнять да блин тут динамит еще дофига блин я надеюсь на мой весь устанавливать не нужно на карте помечается еще одна опора на которую можно поставить ну и думаю достаточно а сюда поезд едет поезд артур быстро залезай наверх уже лезу скорее скорее черт артур поезд там давай быстрее быстрее навались доберемся до конца моста и спрыгнем прыгаем ой спасибо без проблем просто не хотел бы я так умереть давай пойдем взорвем эту штуку кажется шнур цел надеюсь что это сработает ну что все готовы поехали старик дач будет доволен это точно их внимание отвлечет будем надеяться думаешь это отвлечет внимание от нас посмотрим если честно после всего этого я не совсем понимаю план дачи помни что я сказал джон когда придет время тебя должен уйти но как же преданность преданности моего ты всегда был преданным и вот к чему это привело знаешь для меня преданность была главнее всего она была всем что я знал я в этом верил но больше я верю в тебя джон скоро тебе нужно будет уехать уезжай и не оглядывайся я поразмыслю над твоими словами я тут много думал посмотри на нас мы тут рискуем своей шкурой и ради чего? ради идеи которая больше не работает в смысле? ты понимаешь о чем я? у тебя семья тебе нужны деньги тебе нужно начинать жить самостоятельно а мне нужен отдых а дач дач забрал себе все деньги на хранение знаешь что? Эбигейл Эбигейл она думает что знает где лежит часть денег передай ей пусть узнает точно и пусть приходит ко мне мы узнаем кому и чему хранить эту верность мы должны я я не знаю Артур я тоже но я начинаю прозревать жаль что все сложилось так как не должно было быть но мы не изменились у Артуры у Артуры у Артуры туберкулез он кашляет хреновенько у у что у нас дальше какие задания дальше будут ну хватит отдыхать вставай уже наконец-то ну а теперь у нас осталось два выбора но может быть появится еще один через пару минуток но пока у нас есть только парящий орел и падающий дождь и вот кого бы из них нам выбрать даже не знаю кто ближе вот можно и падающего дождя наверное а можно в принципе и любимые сыновья начнем с того кто поближе падающий дождь падающий дождь он немного ближе чем куда слазишь он немного ближе чем падающий дождь парящий орел точнее путаюсь в них уже на самом деле немного не как а и в все что в этот раз взрывчатка сработало Когда мы грабили поезд Корнула в начале игры, там мы устанавливали динамит под рельсами, но он не взорвался почему-то. Но поезд мы все равно смогли ограбить. Это было очень давно. О, мы уже добрались. Быстренько. Оружие здесь нельзя использовать. Здесь у нас находится такой вот лагерь индейцев, палатки такие. Давайте посмотрим, что здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Вы плохо выглядите. Да, я кажется, умираю. Тогда я надеюсь, что вы обретете покой. Я ничего не знаю про покой. Очевидно. Вы, интересно, провели время своим сыном, безудержным принцем. Вы, кажется, устроили налет вместе с ним. Да, мне жаль. Мне действительно жаль. Вероятно, я не настолько величественен, как настоящие короли. Я мало знаком с королями, на самом-то деле. Полковник Фейворс уже отчасти отомстил за этот налет. Его люди напали на двух женщин. Мне очень жаль. Да, иногда правительственный путь, путь храбребца, неочевидно заключается в том, чтобы делать добро. Я сильно разочаровал своего сына. Ваш сын, похоже, хочет войны. Мой сын считает, что смерть приносит славу. Возможно, он прав. Однако я так часто видел, как глупцы бездумно обрекали других на славную смерть. Что она никогда не казалась мне победой. Славу ты обретешь, когда служишь людям. Может быть, да, может и нет. Не знаю. Я много кого убил. По разным дурацким причинам. И никогда не считал это славным делом. Ваш друг, мистер Ван дер Линде, говорит многое. Я не знаю его, но мой сын так сильно поддается его влиянию. Не уверен, что понимаю, о чем вы говорите. Может быть, съездим в одно место. Я старик. Всю жизнь старался добиться мира. Но мне сейчас не особенно хорошо. Тогда, может, вы посочувствуете мне. Прошу вас, это не займет много времени. А может быть, помогу вам кашель обречить. Сэр! Рад, что догнал вас. Капитан Монро. Вы знакомы с моим другом, мистером Моргеном? Нет, сэр. Артур Морген. О, это честь для меня. Чем могу помочь, капитан? Я только что из Сен-Дени, говорил с мэром. Боюсь, что у меня плохие новости. Я ненадолго могу состоять в вам компанию. Конечно. Следуйте за мной. Куда мы направляемся? Покажу вам одно место высоко в горах. Я считаю его священным. Место для раздумий. И для исцеления. Так что это за новость, капитан Монро? Итак, сэр. Как я уже упомянул, я обстоятельно поговорил с мэром и бюро. К сожалению, нефтедобывающая компания уже получила разрешение на бурение скважин. Я так и предполагал. И что теперь с нами будет? Пока не могу сказать. Насколько я понял, в ближайшие месяцы они не планируют ничего делать. Мне очень жаль, сэр. Я старался как мог. Знаю, капитан. И я заверяю вас, что буду делать все, что в моих силах. Мистер Морган, у вас не найдется времени помочь мне. Я бы предпочел, чтобы определенные меры были предприняты кем-то из племени. Конечно, могу помочь. Рад слышать. Спасибо. Буду ждать вас в резервации. Проследите за прямолинейностью. Нам нужно что-то сделать. Что ж, джентльмены, больше не буду вас отнимать время. До скорой встречи. До скорой, да. Спасибо, капитан. Приятного путешествия. Видите, разваленный он с того места. Говорят, что его взорвали. Это тоже дело рук моего сына? Не, не уверен, что он к этому причастен. Но боюсь, что они все равно свалят вину на нас. Нам в эту сторону. Я хочу нарвать кое-каких трав для вас. Видите волков, которые пожирают ту лошадь? Нас окружают жестокость и красота. Но часто мы ничего не видим, кроме собственных обид. Вот то, что я пытаюсь толковать сыну. Ты! А ну пошли отсюда! О, хорошо. Не надо было вред им причинять. Мы можем поговорить, мистер Морган. Но если не хотите, не будем. Ну и что, он остановился? Алло. Вы можете просто наслаждаться видом, если вам нужно подумать. А что вам известно от дачи? Самая малость. По большей части то, что мне рассказал Чарльз. Долгие годы я считал его образцом для подражания. Но он постепенно уже сходит с ума и... Мне кажется, он уже пересек черту, от которой возврата нет. Мне понадобилось много времени, чтобы понять, что человека нельзя исправить. С годами мы лишь обнажаем свое истинное чувство. Возможно, вы видите это в нем. Как я вижу это в своем сыне. Дачи вбил себе в голову, что... Мы, если мы тут устроим настоящий хаос... То сможем вырваться и... Сбежать куда-нибудь недалеко. Извините, прервемся на секунду. Это подождет. Некоторые травы, которым не нужды, растут здесь. Вот то, что я искал. Тысячелетник. Что ж, продолжим путь. А, мы сможем вырваться куда-нибудь там далеко, где нас никто не найдет. Боюсь, просто в этой заварушке пострадают очень многие. В том числе и парящий орел. Так что же нам делать? Да, я толком не знаю. Просто хотел поставить вас в известность об этом. Спасибо, мистер Морген. Мне надо это обдумать. А что за дела в резервации? Совсем плохи, да? Да, конфликт с полковником Фейворсом и его солдатами в порту Уоллесе набирает силы. Многие старейшин больны, а молодые считают, что любой компромисс станет признанием подражания. Ну, мы тоже не поспособствовали мирному разрешению. Но я буду пытаться разрешить этот конфликт мирным путем. Война не приведет ни к чему. Вашему народу повезло с вождем. Ну, не знаю. Я в этом не уверен. Что, поговорить нельзя больше? А, ну мы пришли к кому-то... Стойте, подождите здесь. Я хочу Жене нарвать. Женщине как-то там называется. Куда? Хватит уже шагать. Стой! Хорошее сочетание. Подождите, я положу аммы в сельную сумку. Смешайте это. Вкус у них, конечно, мерзкий, но они придадут вам сил. Ладно. Поехали дальше, тут недалеко. Спасибо, конечно, но одними травами вряд ли тут обойдешься. Я ходил к врачу, он говорит, что у меня туберкулез. Прискорбно это слышать. Ситуация, в которой мы оказались, я. Отдачи все остальные. Я не знаю, сколько мне осталось еще. Но у некоторых из них есть шанс обрести нормальную жизнь. Я просто думаю, если бы я мог бы с этим помочь, тогда все это будет не зря. Я думаю, что вы много еще можете сделать, мистер Морген. Я думаю, как вы так думали. Людин Oi. Ты безусловно. Ты безусловно. Дали. Дали. Ты безусловно. Продолжение следует... 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 так продолжаем отвлекают надоели отвлекать меня уже все а вот еще одна бутылка я нашел виски смотрите дым у вас есть бинокль а вот они где эти бравые люди подчиненные полковника фейерсы наверно они это и сделали вас удивляет что произошло конечно нет но я надеялся что все это уже в прошлом будет у вас есть земля которая им нужна земля а где земля там и нефть они согнали нас сюда забрали все что было я сам подписывал три договора и каждый из них они нарушили а сейчас лишили нас свободы теперь мой народ потребует начать войну с ними войну которую мы скорее всего проиграем если ее нет то я ее верну вернете я зайду туда и заберу вашу вашу вещицу и никто не узнает вы это сделаете но вы не можете то я пойду у меня денег нет мне ваши деньги не нужны пожалуйста выясните у них ли наши святыми но постарайтесь никому вреда не причинять я попробую сделать так чтобы они не узнали что я там был но иногда все идет не по плану да вот я когда пытался пройти туда попасть мне не получилось я их всех пришлось стрелять в них ничего себе я не думал что вы так высоко это Спасибо. Спасибо. Блин. Я так и знал, что не получится прорваться нормально. Карабин обычный, блин. Ну, где-то тут я вижу, что она и находится. А, вот. Я прямо возле нее нахожусь, оказывается. Эх, печально, что не получилось без боя прорваться. Да, так быстро, быстро не попадешь туда. Да что ж такое, так тяжело попасть туда. Да блин, опять я падаю. Пожалуйста, скажите, что вы нашли ее. Вот и я. Кажется, это ваше. Да, спасибо. Мне очень жаль. Это все-таки простые вещи. А вот народ, сердце. Вот что главное. Кто-нибудь пострадал? Да. Это дурное дело. И это дурное дело. Я надеюсь, вы сможете внутренний покой обрести. Не так давно я счел его слабым и жалким человеком. Теперь я вижу, что он мудр, а смотрители неблагодарозумен. Я бы хотел помочь ему. Или хотя бы сделать так, чтобы Датч не толкал его сына на глупости. Археология для начинающих. А кто у нас там еще появился? А, Монро, наверное. Капитан Монро и Парящий Орел. Ну, это все, что у нас есть, наверное. Будем выполнять все это уже в следующей серии. А пока закончим на этом. Сколько времени? Да, наверное, закончим. На этом все. С вас лайкос подписывался, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал. Какой-то второй на этот канал. И вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.